МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Навес, удар, гол. Стражи порядка сыграли футбол с лагерем Круто. Сейчас тем более все силы прикладываю, чтобы развивался и детей побольше. Каждого ждет свой гриб. Вылазка за грибами в Десногорском лесу. Никогда бы не думала, что он съедобный. Но он съедобный и очень вкусный. А теперь об этих и других новостях подробнее. Сегодня воздушно-десантные войска отмечают 89-й день рождения. Даты основания ВДВ считаются 2 августа 1930 года. Тогда впервые были десантированы на парашютах 12 человек под Воронежем на учениях Московского военного округа. В том числе в честь этого праздника в Атомград прибыла делегация из воинов-интернационалистов из Смоленска и Рославля. 22 ветерана боевых действий представляют все категории военнослужащих. Они участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Абхазии и Сирии. Сейчас мы с ними их привезли в храм. Они здесь для них, отец Виталий, сослуг молебен. И затем у нас будет просто дружеский разговор. В храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость делегацию встретил настоятель храма Иерея Виталий Сладков. В МВД России по Смоленской области подведены итоги оперативно-служебной деятельности. Какие результаты стражам порядка удалось достичь за 6 месяцев 2019 года – далее в сюжете. Сотрудники органов внутренних дел за первое полугодие 2019 года раскрыли без малого 4 тысячи преступлений. При этом случаи кражи, убийства и нанесения тяжкого вреда здоровью раскрыты на 100%. Особое внимание уделялось наркоугрозе. Таких преступлений выявлено больше, чем за предыдущий период. Благодаря профилактическим мероприятиям ГИБДД удалось стабилизировать дорожную ситуацию в области. Проводимый комплекс профилактических мероприятий по снижению аварийности на дорогах обеспечил снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 7%, погибших на 32%. Цифровым – это с 56-м логичным периодом до 38 погибших. Раненых – снижение на 9,4%. Тяжесть последствий снизилась на 2 пункта и составила 7,2 погибших на 100 пострадавших. Среди приоритетных задач правоохранительных органов на второе полугодие значится профилактика и выявление преступлений среди несовершеннолетних и преступлений при проведении массовых мероприятий. Кроме этого, особое внимание правоохранителей и дальше будет уделено контролю учетно-регистрационной дисциплины. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Шесть новых комбайнов получили смоленские сельхозпредприятия. Первые два уже сейчас появились на льнозаводе в Ярцево. На сегодня технику еще только обкатывают и настраивают на начало сезонных работ. Старая техника уже заметно поизносилась и не справлялась с работой в поле. Принципиальных отличий в устройстве старой и новой машины практически нет. Их привезли на Смоленщину из Республики Беларусь. О поставке комбайна в феврале этого года договорился Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Чтобы поддержать развитие льноводства в регионе, предприятиям предоставляют займы на комбайны по льготным условиям без первоначального взноса и залога. Чтобы правильно настроить машину на уборку льна, для специалистов и механизаторов смоленских предприятий был проведен практический семинар. Выпустить новые машины в поле планируется уже в следующем месяце. Проект «Наставничество» продолжает свою работу. Каждый год, следуя славной традиции, на футбольном поле стадиона «Атомтранс» встречаются команды Десногорского отдела внутренних дел и детско-оздоровительного лагеря «Круто». 1 августа соперники провели очередную игру. Подробности в сюжете. Личным примером за здоровый образ жизни. Именно под таким девизом команды вышли на поле. Атмосфера вокруг матча была пропитана азартом и спортивным духом. Все, как в настоящем футболе. Мои все переживали, будут поддаваться, будет нечестно, ничего подобного. Играем на полную силу. Несмотря на достаточно прохладную погоду, игра выдалась жаркой. Ребята показали достойный уровень игры и завершили первый тайм в ничью 1-1. Однако после перерыва сотрудники полиции, воспользовавшись неопытностью своего соперника, сумели реализовать ряд голевых моментов. Финальную точку в игре поставил начальник полиции Юрий Гришин, закончив матч разгромом 4-1. Мы сейчас тем более все силы прикладываем, чтобы развивался и детей побольше. Также приглашали команду, первую команду Смоленской области, город Смоленск, чтобы в городе как бы развивалась популяция футбола. И дети все ближе и ближе. Потому что имея в городе таких два поля и не иметь своей команды, это как бы непонятно. Взрослые соперники по достоинству оценили игру лагеря круто. И несмотря на итоговый результат, команда юных футболистов все равно вышла победителем. По традиции к закрытию лагеря стражи правопорядка подготовят детям сладкие призы. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Под Смоленском прошла очередная смена летней профоридационной школы архитектуры таланта. С ее помощью уже 11-й год целеустремленная молодежь региона занимается построением карьеры. 200 смоленских старшеклассников получили возможность на летних каникулах не только отдохнуть, но и узнать больше о своих способностях. В этом году юные архитекторы работают в новом формате. Ребята сами выбирали темы мастер-классов, спикеров и даже вид зарядки. Они выяснили, какие отрасли будут активно развиваться на рынке труда и какие специалисты потребуются работодателям через 10 лет. Лагерь разбили на три федеральных округа, которые поделили на регионы и города. Выбрали мэров, губернаторов и даже президента. Одной из ключевых задач юных жителей стала реализация национальных проектов государства Аториум по таким направлениям, как образование, культура, городская среда, экология, цифровая экономика и предпринимательство. Ребята представили свои проекты на суд жюри. Юные смоляне с задачей справились, получив статус особой территории, опережающего развитие и умной молодежи. Многие жители региона просто не могут жить без леса. Тихая охота традиционно привлекает чаще множество грибников. С одним из них за дарами леса отправилась наша съемочная группа. Август-сентябрь, пожалуй, самые грибные месяцы в средней полосе России. А Смоленская область всегда славилась своим грибным разнообразием. Ну вот переросшие опята. Ух, большие. Можно срезать, можно срывать. Вот так. Мы не вредим ничему. Елена Симонова, грибник со стажем. Свободно ориентируется в лесном разнообразии и точно знает, каждого ждет свой гриб. Вот это лисички. Вот. Тоже очень вкусные грибы. И полезные. Самый первый вопрос, который волнует начинающего грибника, какие именно грибы можно собирать. Безопасным и распространенным относятся белые грибы, подосиновики, сыроежки и лисички. В смоленских лесах грибное разнообразие намного шире. Вот это зонтик. Никогда бы не думала, что он съедобный. Но он съедобный и очень вкусный. Очень вкусный. Мясо напоминает мясо курицы. Среди большого количества грибов важно не потерять бдительность. У любителей тихой охоты есть поговорка. Не уверен, не бери. Вот это вот мухоморы. Их используют для растирок. Настаивают на спирту. Для наружного применения. Вот это свинушки. Они условно съедобные. Вдоль дороги их не рекомендуется брать. Почему? Потому что они очень много впитывают токсинов в себя. Кроме этого, свинушки содержат неразлагаемое вещество, которое негативно влияет на красные кровяные тельца в организме человека. Ядовитым может оказаться и самый обычный гриб. Даже съедобные сыроежки и подберезовики нельзя срезать у обочин автотрасс или рядом с производственными предприятиями. Такие грибы легко всасывают тяжелые металлы и ядовитые вещества. В случае отравления необходимо выпить активированный уголь и вызвать скорую помощь. Также, отправляясь в лес, нужно помнить о безопасности. Всегда следует брать с собой мобильный телефон, питьевую воду и не уходить далеко в чащу. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 3 августа в Центральном парке культуры и отдыха Лопатинский сад пройдет военно-исторический фестиваль реконструкция «Смоленское сражение-2019». Оно посвящено битве при деревне Лубино 7 августа 1812 года. Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация «Фонд содействия примирению народов, участвовавших в военных конфликтах» при поддержке администрации Смоленской области. В ходе мероприятия в Королевской крепости будет проведена военно-историческая реконструкция сражения штурма Смоленска войсками маршала Нея 4 августа 1812 года. На сегодня это все новости. Больше интереса на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok